Пусть что хотят, про нас говорят, ярче люби и ярче играй. Елене Лемок, руководителю коллектива «Параллели», пришлось выучить несколько фраз на языке жестов. Их вплели в танцевальные движения. Сейчас ребята репетируют новую программу. В ней слабослышащие дети будут танцевать вместе с колясочниками. То есть мы и танцуем, и сразу с детьми с нарушением слуха поем. То есть мы с помощью жестов показываем те слова, которые поются в этой песне. И в этом танце танцуются. И те дети, и взрослые, и молодежь, которые придут на концерт с нарушением слуха, они будут понимать, о чем мы танцуем и о чем поется в этой песне. Новая программа называется «Улыбайся». Сейчас артисты репетируют дважды в неделю по несколько часов. Ведь до премьеры меньше месяца. Александр Башлаков танцует уже 8 лет. В этом году у него впервые совместный танец с детьми. А значит, ошибаться нельзя вдвойне. Вот лично для меня это более ответственно, чем танцевать со взрослыми. Потому что, наверное, детей очень сложно обмануть. То есть, если ты делаешь искренне, по-настоящему, то они это видят. Вот. И в этом, конечно, ну не то, что сложность, просто особенность. Пока одни репетируют, другие примеряют костюмы. Длина, по-моему, великая. Ирине Пряхиной нужно сшить больше 80 платьев и костюмов. Для каждого танца свой наряд. И при этом на каждом танцоре одежда должна сидеть, как влетая. Во-первых, они сидят на колясках, то есть это согнутое состояние, руки все время в ногти. То есть должна подниматься рука хорошо, не задевать платье. То есть сейчас уже кажется мне, что это как все хорошо, все нормально. Вначале было тяжело работать. Шить костюмы и отрепетировать номера нужно к 22 февраля. Именно в этот день параллели представят новую программу «Улыбайся». И надеются, что весь зал улыбнется вместе с ними. Наталья Ледведева, Юрий Талдыкин, ТВК Новости. Продолжение следует...